Иван де Марья. Марьяник дубравный. Братики. Это многолетнее травянистое растение, которое растет в светлых, смешанных и еловых лесах, кустарниках, вырубках и опушках почти по всей Европе, кроме Крайнего Севера. Для растения характерна двойная окраска соцветий. Отсюда и название Иван де Марья. Желтые цветки выделяются на фоне ярко-фиолетовых прицветных листьев. Стебель прямой, разветвленный, листья супротивные, ланцетные, волосистые снизу. Венчик двугубый, нижняя губа при основании с двумя выростами. Коробочка с семенами ланцетная или продолговатая. Семена около 6 мм длиной, снабжены придатком, который охотно поедается муравьями. Они разносят семена Иван де Марье на значительное расстояние. Марьяник дубравный относится к полупаразитам. Присасываясь к корням деревьев, снабжается за их счет водой и минеральными веществами. Однако способность к фотосинтезу органических веществ у Иван де Марье сохранились. Растение – хороший медонос, но семена его ядовиты, содержат глюкозит ринантин. При скармливании засоренных семенами Иван де Марье зерновых отходов домашним животным возможны отравления. Название Иван де Марье иногда относят к фиалке трехцветной и некоторым другим растениям. Донжон. Главная башня феодального замка. Донжон строился в самом неприступном месте на территории замка и при нападении неприятеля служил местом последней защиты и убежища. Он имел помещение для жилья, запасов провианта и оружия, часто в основании его располагался колодец. Обычно это была прямоугольная или круглая в плане башня, однако встречались восьмиугольные и многоугольные донжоны. А также сложные формы, состоящие из вышеперечисленных комбинаций. Донжоны сооружались из камня, иногда из дерева. Помещения донжона имели небольшие размеры и были довольно тесными. Бывали замки всего из одного строения – донжона. Золотая булла – это название средневековых грамот важного государственного значения. К этим грамотам подвешивалась золотая печать на шелковом шнуре. Золотые буллы издавались в XIII-XIV веках в Западной Европе в эпоху феодальной раздробленности и упадка центральной светской власти, под давлением и в пользу окрепшей аристократической верхушки. Наиболее известна золотая булла 1356 года – постановление, принятое в Священной Римской империи при участии императора Карла IV. Этот документ представлял собой основной закон немецкого многовластия. Булла устанавливала место и порядок выборов императора и постоянный состав коллегии курфюрстов, то есть князей, избирающих императора. За курфюрстами были признаны права верховной власти в их княжествах. В интересах князей запрещались союзы городов, были узаконены частные войны. Этот документ действовал вплоть до 1806 года, когда фактически перестала существовать Священная Римская империя. Также известна золотая булла Андрея II – документ, изданный в 1222 году в Венгрии, а также некоторые другие.